В списке предприятий и организаций, которые посетили участники пятого по счету областного дня охраны труда, объектов было немало. Коммунальное хозяйство, завод по переработке масленичных культур, а также фирма по изготовлению полимерных материалов, молочно-товарная ферма и предприятие по переработке мяса. Направление деятельности этих организаций совершенно разное, но есть и объединяющий фактор – забота о своих сотрудниках. Жизнь и здоровье человека превыше всего. Это понимают и наниматели, и представители органов власти на местах. А потому работа в этом направлении, в том числе и на Каменечине, ведется постоянно. Вопрос обеспечения здоровых и безопасных условий труда, исполнение требований директивы номер один, ежегодно рассматривается на заседаниях районного исполнительного комитета и районной комиссии по охране труда. В 2013 году на заседаниях районного исполнительного комитета данный вопрос рассматривался дважды. Создание комфортных условий труда напрямую связано с экономикой, и связь эта двусторонняя. Чем удобнее и безопаснее рабочее место человека и сам процесс, тем выше уровень и качество работы, а значит, выше доход предприятия и самого сотрудника. Примером такого грамотного и основательного подхода как к обеспечению условий труда, так и к развитию предприятия в целом, можно отнести молочную товарную ферму «Яминка», которая не так давно стала частью открытого акционерного общества «Ведомлянская». По ферме «Яминка», где мы находимся, в прошлом году удой был 8,5 литров, и 8 литров был вообще по хозяйству новый путь. На сегодня здесь эта ферма, которую мы сделали, превратили нормальные условия и для животных, и очень хорошие условия для работников, 15,5 литров на корову. Выход телят по хозяйству в прошлом году здесь был 49, выход телят по этой ферме за 5 месяцев – 66 на сегодня. К сожалению, далеко не все предприятия обречены, в отличие от посещенных, можно назвать безопасными. И далеко не каждый директор, инженер по охране труда или учредитель уделяет этому вопросу должное внимание. Доказательства тому – сухие цифры статистики травматизма, которые уже сегодня превышают прошлогодний уровень. «Я, к сожалению, не могу обрадовать тем, что у нас в этом году наблюдается снижение количества несчастных случаев на производстве. В частности, приведу цифры. Так, если за 5 месяцев 2013 года у нас всех зарегистрировано с тяжелым исходом 36 несчастных случаев на производстве, и 5 из них смертельных, то уже в 2014 году 38 случаев с тяжелым исходом, из них 9 смертельных. Причинами таких исходов явилось как невнимательность нарушения правил охраны труда самими работниками, так и неодлежащее исполнение своих функциональных обязанностей их руководителями». Причину такого положения дел немало. Часто виной всему становится алкоголь. Как подчеркнул в ходе пленарного заседания глава региона Константин Сумар, именно нестабильность и непоследовательность в вопросах охраны труда не позволяют изменить ситуацию и уменьшить количество травм. Соблюдение требований и норм техники безопасности на производстве должно войти в привычку. А значит, искать новые пути решения проблемы и иные методы воздействия необходимы уже сегодня, чтобы завтра не пришлось пожалеть. «У нас должна быть уже система, отработанная по созданию для людей безопасного труда, то есть, чтобы все те нормы, которые должны соблюдаться, чтобы и люди в первую очередь соблюдали их, и технически мы должны все обеспечить для того, чтобы человек не смог улезти туда, где он иногда может быть под неосторожностью улезти, то есть, чтобы именно технические, технологические возможности были такие, чтобы человек не смог где-то получить себе травму. Вот в этом направлении нам надо работать». Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.